Привет, друзья! Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, распространяйте видео, ссылка на телеграм в описании. Действительно, пребывание в автомобиле во время рекордно высокой температуры может оказаться неприятным. Нехватка свежего воздуха и недостаточная охлажденность создают неудобства и могут даже повлиять на безопасность вождения. Чтобы обеспечить комфорт и безопасность во время вождения летом, следует знать несколько полезных советов по охлаждению салона автомобиля. Первое, что нужно сделать, проверить систему охлаждения. Не затягивайте с проведением техосмотра. Необходимо в обязательном порядке проверять уровень антифриза в расширительном бачке. Если есть такая необходимость, следует долить жидкость по меткам. Лучше всего это делать, когда двигатель холодный. Также необходимо внимательно осмотреть все патрубки и радиатор. Не забудьте проверить, включается ли вентилятор радиатора на прогретом двигателе. Летом грязи меньше, чем поздней осенью и зимой, но машину нужно не просто мыть, а делать это чаще, чем в любое другое время года. Хотя бы один-два раза в неделю. Чистый автомобиль даже самого темного цвета хорошо отражает солнечные лучи. Отметим, если вы покидаете авто, тогда ни в коем случае в салоне машины нельзя забывать зажигалки, телефоны или какие-либо другие гаджеты, где есть аккумулятор. Из-за перегрева может произойти пожар. Чтобы снизить нагрев автомобиля, понадобится спецэкран для лобового стекла, отражающий свет. Когда вы вдруг столкнулись с ситуацией, при которой стрелка температуры уже дошла до красной зоны, а из-под капота ушли струи пара, не пугайтесь. Включите печь на максимум для увеличения отбора тепла и снижения температуры охлаждающей жидкости. После этого сразу остановитесь и во время движения на малых оборотах найдите место, где сможете сделать остановку. На этом я пока с вами прощаюсь. Подписывайтесь на канал и ставьте лайк. Субтитры сделал DimaTorzok